Школы в Бугрино и Неси после ремонта планируют открыть в ноябре. Об этом сообщила заместитель губернатора Ненецкого округа Галина Медведева. По словам главы департамента образования, в школе поселка Бугрино ремонт строители закончат 7 ноября, а в селе Несик – 1 ноября. В Бугрино из-за аварийного состояния по предписанию надзорных органов были закрыты школа и детский сад. Для занятий было предоставлено здание администрации Колгуевского сельсовета, помещение которого переоборудовали подклассы и группы для дошколят. До начала первой четверти ремонт сделать не удалось из-за трудностей с транспортировкой строительных материалов на остров. Их завезли в навигацию только в августе. Административное здание утеплили, поменяли систему отопления и выполнили косметический ремонт. Основной объем работ уже выполнен. Сейчас бригада маляров красит стены. Да, ремонтная работа продолжается. 20 человек на объекте работают. Дети учатся, 10 детей учатся в школе-интернате. 23-го уже октября должны прилететь обратно в Бугрино на каникулы. Это у нас 3-й, 4-й класс. А 1-й, 2-й класс у нас учатся в Доме культуры. В стадии ремонтных работ находится и школа Селонесь. Напомню, в ходе летнего ремонта обнаружилось, что необходимо срочно, кроме запланированных мероприятий, провести усиление несущих конструкций и решить проблемы с полами. По плану школы открываться будет 27-го числа приемной комиссии от ЛИТС на Ренмара. У нас было нарушение фундамента. Фундамент полностью по периметру заменен. Утеплены потолки все полностью. И переборка шести кабинетов полностью было переверили. Ну и где переверили, там был косметический ремонт. Укрепление стропиловки и ремонт крыши. На время ремонтных работ 22 старшеклассника из 10-11 классов Несской школы были отправлены на обучение в Ненинскую школу-интернат имени Пырерки. Остальные классы остались обучаться в Неси. Для них выделили помещение в общежитии и сельском интернате. 23 и 27 октября ребята с Бугрино и Неси повезут домой на осенние каникулы. Со второй четверти школьники будут учиться уже в родных посёлках.